Здравствуйте, ребята! Мы изучаем раздел учебника «Выдающиеся личности народа Казахстана». Тема урока «Выдающиеся личности в истории Казахстана» Дефис в наречиях Ребята, назовите несколько известных исторических деятелей. Выделите качество характера этих личностей. Подпишите сегменты кластера. Заполните сегменты кластера по образцу. Продолжение следует... Предлагаю изучить кластер. Обратите внимание на написание использованных наречий. История помнит многих выдающихся личностей. О некоторых можно сказать следующее. Управлять по-новому. Подружески поддержит. Крепко-накрепко приказал. Без устали. Без толку. Править по-прежнему. Обратите внимание на написание использованных наречий. В чем различаются данные наречия? Вы уже знаете, что является темой урока. А каковы будут цели урока? Озвучьте, пожалуйста. Сегодня на уроке ты узнаешь, какие выдающиеся личности были в истории Казахстана. Каковы условия написания наречий? Ты научишься на уроке правильно записывать наречия, определять условия их правописания. Сейчас были перечислены многие свойства характера выдающихся личностей. Хотелось бы остановиться подробнее на одном из них. Современники отмечали такие качества. Образец истинной преданности казахскому народу. Он акын. Он общественный деятель. Он первый казахский литературный теоретик-лингвист. Ученый-просветитель. Мухтар Аозов называл его вождем казахской интеллигенции за неоценимые заслуги перед казахским народом. Выдающиеся личности Казахстана – гордость народа. Это личности, деяния которых записаны в национальную историю. Их имена – визитная карточка Казахстана. Благодаря их усилиям прошло становление государственности и независимости страны. Эти имена и достижения должен знать каждый казахстанец. Имя Ахмеда Байтурсынова знакомо каждому гражданину Казахстана. Общественный и государственный деятель, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, переводчик. Основатель казахской партии АЛАШ. Автор казахского алфавита и ряда учебников для обучения детей казахскому языку. Выполните задание, которое подразумевает изучение темы урока. Упражнение 294 учебника. Ответьте, с каким выдающимся субъектом построено интервью? Сформулируйте один вопрос к ответам Ахмеда Байтурсынова. Ребята, предлагаю подумать, какие черты характера позволяли ученому, публицисту, реформатору Ахмеду Байтурсынову стать выдающейся личностью в истории Казахстана. Обязательное условие. В ответе на этот вопрос используйте на выбор два наречия. По-новому, навсегда, во-первых, во-вторых, по-казахски, по-товарищески, давным-давно, впервые. Продолжение следует... Как вы считаете, можно ли определить написание использованных наречий? Изучите правила в учебнике на странице 20. Продолжение следует... Продолжение следует... Предлагаю закрепить изученный материал на уроке, выполнив упражнение 296. Спешите на речи, применяя правила о слитном раздельном и дефисном написании. Составьте предложение с выделенными наречиями. Проверьте правильность выполнения задания по ключу. Проверь правильность выполненного задания. Все ли слова записаны верно? Исправь допущенные ошибки. Запомни написание данных наречий. На уроке ты узнал, что Ахмед Байтурсынов – выдающаяся личность в истории Казахстана. Ты ознакомился с условиями написания наречий. Ты научился правильно записывать наречия, определяя условия их правописания. Ты отлично потрудился на уроке. Давай подведем итог твоей деятельности. Продолжи следующее высказывание. Для меня на уроке было недостаточной информации, потому что мне было комфортно, так как мне было трудно. На уроке узнал я много нового. Например, все задания я выполнял. Поставь оценку своей деятельности. Своей работой на уроке я. Спасибо за урок. Успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!